С самого детства слышал о Боге, всегда участвовал в жизни церкви и не было, не ощущалось никогда такого контраста, что я такой грешный человек на этой земле. Я в основном всегда в церкви был, как бы при служении. До определенного возраста, где-то лет 11 было, когда я, наверное, пришел к такому сознанию, что я нуждаюсь в прощении, нуждаюсь в искупительной жертве Иисуса Христа, потому что одна фраза на одной проповеди, я даже не помню, когда она прозвучала. Но я услышал, что у Бога нету внуков, у Него есть только дети. И то, что я родился в семье верующих людей, это не означает, что я автоматически становлюсь верующим, или получаю спасение, или получаю вечную жизнь. И где-то приблизительно в 11 или в 12 лет я первый раз покаялся в церкви. Вообще, Пасха – это самый светлый праздник в христианском мире. И всякие люди, которые веруют в Бога, христиане, неважно какой динаминас и направление, какого вероисповедания, этот самый центральный праздник, праздник Пасхи – это самый центральный праздник всего христианства. Поэтому Пасха вообще, скажем, для правоверного еврея – это начало выхода из дома рабства, из Египта, в котором они находились. И Пасха был таким завершающим ключевым моментом, после которого евреи покинули Египет. Они оставили рабство, стали свободными людьми. Точно так и для верующего, как и для меня, верующего в Иисуса Христа, для меня Пасха – это есть начало пути следования за Иисусом Христом. Начало того, что когда человек верует в Сына Божьего, он получает жизнь вечную и все благословение, которое следует за этим. Субтитры создавал DimaTorzok